Приветствую вас, давайте мы с вами разберем ваш вопрос. Вы пишите, ощущаешь, что очень близка к депрессии? Вообще, Алина, это, конечно, довольно интересный подход у вас к своему состоянию, в том смысле, что вы пишете, что чувствуете, что близки к депрессии. Сейчас мне кажется, что человек с депрессией не всегда может в себе увидеть, а вы как-то увидите состояние близкое к депрессии. Я понимаю, что вам тяжело, я понимаю, что вам не по себе, я понимаю, что вам трудно, я понимаю, что у вас есть ряд проблем, я это прекрасно понимаю. Но пока у вас нет диагноза депрессии, нельзя говорить о том, что у вас именно она депрессия. То есть может быть у вас депрессивное состояние, может быть у вас депрессивное состояние, это да, это может быть. Но говорить о том, что у вас депрессия, да, и соответственно нельзя. До тех пор, пока не будет соответствующий диагноз вам поставлен. Вот. Это первое. Второе. Вы пишете настоящих друзей никогда не было. Что вы понимаете под настоящими друзьями и что вы понимаете под друзьбой, то есть что вы вкладываете в это. Есть молодой человек, мне где-то три года, насколько мы с ним не говорили, он не может серьезно относиться к моим проблемам, потому что не понимает их, а должен ли? Понимаю. Молодой человек это молодой человек, он не психотерапевт. И мужчина при всем желании роль психотерапевта играть не может. Здесь вам мой коллега Кудрячев Игорь Леонидович сказал все в общем-то достаточно правильно, что в молодом человеке вы ищете спасителя, а это не совсем здоровое построение отношений. Вот. Поэтому я здесь думаю, что для начала вам надо бы изучить треугольник Карпмана, да, то есть просто изучить его, посмотреть что это такое, посмотреть что такое треугольник Карпмана, чтобы вы имели представление об этом, чтобы вы отдавали себе отсчет в этом, чтобы вы понимали, что у вас вот такая история, да, история, связанная с потребностью в спасителе, вот, и что вы на молодого человека пытаетесь перенести свои проблемы, то есть по сути неизвестно даже, действительно ли вам молодой человек нравится, действительно ли вы любите его, да, и были бы вы с ним, если бы у вас не было проблем, ну вот, ваших проблем, вот, такие, какие у вас сейчас есть, вот на данный момент, да, то есть нужен, нужен ли вам молодой человек тогда был, чтобы не было у вас проблем, вот. На мой взгляд это очень важная история, на мой взгляд это очень важно, потому что, ну, от того, как вы воспринимаете его, от того, что он для вас значит, от того, как вы его видите, зависит по сути будущее ваших отношений, вот. Понятно, да? Значит, что касается друзей, то, дружба выстраиваются, ну, либо в детстве, да, за счет искренности и игр, чего у вас, соответственно, не было, потому что у вас, ну, не совсем благополучная семья, да, либо уже во взрослой жизни за счет, скажем так, за счет чего-то общего, да, за счет общих видов деятельности, вот, за счет каких-то совместных мероприятий и так далее. Вот. Вот эта история вот такая. Здесь тоже нужно корректировать ваши, ваши интересы, ваши увлечения, хобби и так далее. Вот. Кто-то меня в вашем поддержке поддерживает, но вам, соответственно, этого мало, видимо. То есть для чего вам поддержка, чтобы что? Детство было тяжело, отец, алкоголик постоянно давал за слезы. То есть тут вам, соответственно, все правильно мой коллега сказал в том смысле, что семья была всезависимой, вот. И с учетом того, что семья ваша была всезависимой, то, соответственно, личной границы у вас нет. Ну, нет личной границы. У вас нет личной границы с другими людьми. То есть вы не умеете устраивать, вы устраиваете очень границы, ну, там, взятый алкоголик. Вот. И он вас, соответственно, подавлял. То есть вы либо склонны к тому, чтобы жертвовать с собой, да, вот. Либо, наоборот, вы склонны к тому, чтобы манипулировать и властвовать. Ну, вот, пока очевидно, что вы склонны быть, находиться в такой вот роли жертвы, вот. То, опять же, возможно исключительно только потому, что личной границы, да, то есть границ ответственности в вашей семье не было. Никогда, опять же, за счет того, что отец был алкоголик. И здесь очень важно понимать, что, как бы, все алкоголики, да, это люди, которые, в общем, нуждаются в любви. Люди, которые, в общем, используют алкоголь для, ну, для решения своих проблем каких-то, вот. То есть это вот именно такая история, что алкоголик, алкоголик, да, это человек, человек своего рода с искаженным представлением о любви. Это человек с мазохистической позиции. Это человек мазохист, по сути. И, к сожалению, для такого человека, естественно, внушить другим, внушить другим такое же искаженное представление об алкоголе. О-о-о-о, ну, такое же искаженное представление о любви своим детям. О-о-о. Понимаете? Поэтому здесь, здесь вот, то, что вас доводили до слез, да, обиды, все, это вот тоже, в первую очередь, нужно отпустить. Чтобы вы перестали думать, что это все из-за вас. Чтобы вы перестали думать, что, ну, перестали винить, пристали винить других людей, да, в соответствии своих родителей, в том, что они вот таки, пытаясь простить и отпустить, но еще не мазать. Ну, в этом, опять же, может вам помочь психологу, нужно разобраться, а-а-а, насчет, собственно, почему вы, а-а-а, то есть как вы пытаетесь простить и делать? Пустите конкретно, как вы пытаетесь это сделать? Вот конкретно. Вот, и в чем проблема. Нормальных отношений с мамой никогда не было, с ютдок мы никогда не разговаривали, мне хотелось, а мне хотелось, боялось начать, да, то есть работа с чувствами, с выражением, с выражением чувств, это еще одно направление. Эмоциональный интеллект, вот, развитие эмоционального интеллекта, развитие чувственного, так сказать, фона, это все вот необходимо, да, то есть как и страх, то есть почему страх, чего боитесь? Вот, знаешь, она меня любит. Ну, соответственно, вы Али, вы Алина, Алина девочка, да, вы, скорее всего, хотите быть похожей на свою маму, вот, соответственно, если вы хотите быть похожей на свою маму, то ведется себя вот так же, как мама, поэтому нужно проанализировать, э-э-э, мам, мамин сценарий и посмотреть, как этот главный сценарий влияет на вас, вот. Рано повзрослела, стала гиберответственной, да, то есть тут работа, работа, опять же, с личными границами ответственницы, да, ты за что ответственный, я за что, за что нет. Вот, не знаю, связано ли это с моим нынешним состоянием, но слишком часто, потому что сейчас мысли, что без меня им было бы легче, ну, это, соответственно, посыл родителей, что ты лишняя, ты ненужна, вот, умри. Такое бывает достаточно часто, а проблема в том, что этот посыл передается, скорее всего, не осознанно, скорее всего, родители ничего такого не имели в виду, не имели в виду, даже ваш отец такого не имел в виду, но вы, будучи ребенком, это восприняны именно так, соответственно, почему вы так считаете, и какой настоящий смысл того, что вы чувствуете, это тоже нужно разбирать. Не могу сразу сосредоточиться на делах, мысли, мысли лежат плохие вещи, наворачиваются слезы. Скорее всего, это у вас подсознательное желание в любви и поддержке, то есть, когда вы начинаете что-то делать, вам хочется вас поддержать. То есть, вы делаете что-то, пытаетесь найти одобрение у родителей. Вот, для себя вы ничего не делаете, ну, потому что у вас родители жертвы. Вот, раньше помогала паскультура, но сейчас за низкое давление не могу заниматься упражнениями и бегом. А низкое давление связано с чем? То есть, с чем это связано у вас? Последний месяц, последний месяц любви начинали терпать неудачи. Ну, понимаете, неудача — это понятие мистическое, да? То есть, для человека неудачи на самом деле не существует. Есть только то, что он делает, и есть какие-то объективные факторы, которые иногда этого мешают. Но если вы действительно чего-то хотите, то никакая неудача вам не помешает что-либо делать. Поэтому вопрос, любые начинания для чего? Если в первой неделе я как-то себя поддерживал, то сейчас в голове только пессимизм. А поддерживали вы себя как? Как это проявляется? То есть, поддержки — это что? Отвлечение? Вот. Пусто и очень тяжело. Пустота, да, это вот отсутствие своих чувств, отсутствие своих интересов, отсутствие доверия себе, отсутствие желаний своих. Да, да, да. Тяжело, от чего тяжело? Наверное, еще апатия, отсутствие сил, да? С чем вы боретесь? На что вы тратите свои силы? Вы пишите, что вы не знаете, как справиться, а с этим не будем справляться. Это нужно раскрыть. То есть, то есть, то есть, ваше состояние — демонстрация того, о чем пытается вам сказать ваше подсознание. Пацаны пытаются сказать, что вы забыли о себе, о своих чувствах и о своих желаниях. Вы подавите. То есть, то есть, еще больше ситуацию усугубить. Вот. Так вы себе не поможете. Еще раз, да, нужно не справляться. Нужно не справляться. Нужно именно раскрыть это все. Вот. Ну, естественно, это индивидуальная работа. Индивидуальная работа. Вот. Тут только так. Вот. Универсального рецепта нет, да. То есть, вы даже вопроса никакого, никакого не задаете. Вот. Подумайте для начала, да. Чего вы хотите от психолога? Что вам нужно от психолога? Для начала отпустить обиды, да. Для начала отпустить обиды на своих родителей, допустим. Пронализировать, что они хотели вам дать. Пронализировать, что они для вас хотели. Вот. Значит, чего вы от них ждали. И может быть ждете до сих пор. Могут ли они вам это, могут ли они вам это дать? Вот. К вам ли относятся то, что они вам не могли чего-то дать? Да. Да. То есть, вы как ребенок, да, как ребенок, вы фокусируете внимание на себе. То есть, вы думаете, что все из-за вас. То есть, это такой, вы знаете, детский эгоцентризм. Вот. Он у вас раз. Он у вас имеет место быть и сейчас. Ну, потому что свои желания вы не удовлетворились, вы не доиграли, не долюбили и так далее. Вот. Поэтому это проявляется именно так. В естественной форме ваши желания не выражаются. Вот. Понятно, что здесь нужно скорректировать ваше поведение. Как сказал мой коллега, да, влияние родительского сценария на вас очень велико. Вот. Влияние родительского сценария здесь, это, по сути, мама. Мама и папа. Вот. Мама демонстрировала вам, как нужно себя вести. Как вы должны себя вести. Вот. А папа, соответственно, демонстрировал вам, что вы должны делать. То есть, какой вы должны быть. Она вам показывала, как. Вот это все нуждается в скорректировке. На этом все. Выбирайте себе эксперта, записывайтесь на консультацию, начинайте работать. Вот. Не мучайте своего молодого человека, который не должен быть вам психотерапевтом. Иначе, рискуете быть репутатом. Вот. И после работы с вами, я думаю, друзья появятся, и хобби появятся, и желания появятся. Если у вас остались вопросы, пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. С sujetа. Продолжение следует...